Кристина, вот качаться не надо, вот просто плечики встала и плечиками работаем, вот работаем. Тренера по лыжным гонкам Сергея Боева в середине лета можно застать, конечно же, на сборах. С десяток лет они проходят в том числе и в оздоровительном лагере взлет. Тренировки здесь еще напряженнее, два раза в день по два часа, не считая почти часовой зарядки. Сергей Боев больше 40 лет живет в Подгорном, все его подопечные тоже отсюда. Лыжами занимаются с малолетства, бегал, когда был в армии за клуб «Динамо». Работать пришел в пожарную часть, потому что там можно было активно заниматься любым видом спорта. А на тренерскую работу пришел в 99-м году, причем выдвинул его на эту должность общественный совет поселка. Приметили люди, насколько результативно работает Боев. После того, как стал молодым пенсионером, был принят уже на штатную тренерскую должность в ДСШ номер один и закончил педагогический университет. С первого взгляда может понять, сможет ли новичок справиться с непростым видом спорта. Выбирают лыжные гонки, это в последнюю очередь получается. Сначала они идут в легкую атлетику, там где в зала, там тепло, в хоккей. А лыжи – это трудовой вид спорта, тут надо пахать и пахать. Поэтому в лыжи идут уже те, кто все прошел, везде попробовал. Для занятий лыжами требуется немало терпения, выдержки и стойкости. Кто бегал по морозу на соревнованиях, тот прекрасно это знает. Сергею Боеву удается сформировать такие качества у своих воспитанников. Можно отметить его высокий профессионализм работы с детьми, потому что определить это легко, это результаты детей на соревнованиях. У него есть члены сборной Красноярского края, он подготовил спортсменов, которые сейчас продолжают заниматься, продолжают заниматься биатлоном, триатлоном. Кроме спортивной работы, кроме учебной работы с ребятами, он занимается и физкультурно-массовой работой в поселке Подгорный, организует мероприятия для всего поселка. Неутомимый тренер, неугомонный общественник. Сергей Алексеевич признает только личный пример. Не понимает тех своих коллег, которые могут давать указания лишь с бровки, не надевая даже лыжи. Звезд с неба не хватает, хотя серьезная цель в работе есть. У меня цель какая? Не олимпийский чемпион. Конечно, хорошо было бы члена олимпийской сборной подготовить, быть его первым тренером, скажем так. И городу было бы хорошо. Но у меня задача другая. Я детский тренер. Например, приходят пацаны ко мне, которые не умеют ни разу подтягиваться, не могут, не могут бегать. Я думаю, ну пускай потренируются и к армии, может быть, с них человек станет. Ну и буквально через год они уже по 10 раз подтягиваются, они могут бегать. Я смотрю, о, так они стали мужиками уже. Поэтому моя задача такая. Кто со мной дальше идет, моя задача, я считаю, чтобы они получили высшее образование. Поступили в ВУЗ и учились дальше. Потому что это очень хороший тренер. Он помогает добиваться результатов, которые вы хотите сами, ну и даже выше. И в его большую дату, 50 лет, я хочу ему пожелать столько же прожить. И вырастить еще больше спортсменов олимпийских и высших соревнований. Скользко!